Приятный бонус! Приближается Новый год и в эти праздничные дни мы, конечно, будем поздравлять друг друга, садиться за новогодний стол, но, знаете, частенько люди забывают о необходимости беречь себя и своих близких, а также окружающих нас, людей, от существующей в эти дни опасности возникновения пожара и получения тяжелых травм в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Вот в том числе, чтобы предупредить подобные чрезвычайные ситуации, в Минске сейчас проходит республиканская акция, которая называется «Безопасный Новый год». Ну и в рамках этой акции спасатели еще раз обращают внимание граждан на необходимость соблюдения основных правил безопасности при подготовке к новогодним праздникам, а также напоминают о правилах эксплуатации пиротехнических изделий. И правилах пожарной безопасности. Ну и вот решили сотрудники МЧС у наших слушателей узнать, а насколько хорошо они знакомы с этими правилами. Вот сейчас будет от меня вопрос с тремя вариантами ответов. Ваша задача выбрать правильный, ну и тот, кто раньше остальных справится с заданием, получит от Министерства по чрезвычайным ситуациям подарок, а там много всего интересного, целый пакет, можно сказать, разнообразных подарков. Там и для детей наглядное пособие о том, как вести себя безопасно, и кружечка от МЧС, и автономный пожарный извещатель в нужное в хозяйстве вещь. Поэтому слушайте внимательно. Ответ, как обычно, принимаю в наши мессенджеры 9240. Это смс-номер. А вот в мессенджеры 7158472, код 44, пишите, пожалуйста, туда свои правильные ответы. Ну а вопрос заключается в следующем. На каком расстоянии должны находиться зрители во время запуска пертехнического изделия? И три варианта ответа. Не имеет значения на любом, не ближе 20 метров, или на максимально безопасном расстоянии, которое указано в инструкции по применению. Ну вот хитрые слушатели уже стали отвечать, но я вот только с этого момента принимаю правильные ответы. Итак, ответ номер один не имеет значения, ответ номер два не ближе 20 метров, и ответ номер три на максимально безопасном расстоянии, которое указано в инструкции по применению. Так вот, на каком же расстоянии должны находиться зрители во время запуска пертехнического изделия? Жду ваши ответы. 9240, короткий номер, и вайбер, телеграмм, код 44, 7158472. Приятный бонус. Пришло время узнать, кто же справился с заданием раньше остальных слушателей, кто подкован в знаниях правил пожарной безопасности, кто знает правила эксплуатации пиротехнических изделий. Ну и сразу скажу, что МЧС практически всеми гордится. Да, вопрос был следующим. На каком расстоянии должны находиться зрители во время запуска пиротехнического изделия? И правильный ответ на максимально безопасном расстоянии, которое указано в инструкции по применению. Вариант номер три был правильным, поэтому я поздравляю всех, кто справился. Но первым вот в телеграмм ответил наш слушатель. Зовут его Иван. За эфиром обязательно с вами свяжемся и расскажем, как забрать подарок от МЧС. Ну а спасатели поздравляют всех с наступающими праздниками и надеются, что вы пользуетесь их советами и рекомендациями. И встречайте Новый год, и встретите Рождество без происшествий. Поэтому счастливого, а главное, безопасного Нового года вам желают сотрудники МЧС.